Царю небесный Их вся исполняя, Сокровище благих И жизнеподателю, Предителися в дым И очистины всякие скверны И спаси, Боже, Душина В имя Отца и Сына, Святаго Духа В древнем Батерике есть случай, когда святые отцы собрались на духовную беседу и рассуждали о том, что приносит больше благодати И что в духовной жизни более действенно, какой подвиг? Молитва, обдение, пост, послушание Ни Испании Ни Испании Ну, что угодно Добрые дела Труд ради любви И когда пришли к Антонию Великому То Антоний Великий сказал такую драгоценность Он сказал, что все должно быть осолено, что бы ты ни делал Все должно быть осолено рассуждением Потому что без рассуждения любое дело можно испортить Чем бы ты ни занимался Без рассуждения все может быть не к славе Божией, а во грех Потому что все, все очень, все очень относительно Нам кажется, что вот это априори именно так А если посмотреть Вот часто мы смотрим в одну точку А нужно посмотреть, что было до того, что будет после того И в общем оценить эту ситуацию, это дело Сейчас последнее я слишком много слышу На тему мирного духа Мирный дух Как критерий истинности духовной жизни Конечно же мы отталкиваемся от батюшки Серафима Саровского Который говорит, стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся И можно как бы на этом остановиться И все Но я говорю все очень относительно И в связи с этим Я хочу вам привести пример опять же из древнего батюшка Который я вам уже говорил Однажды в собрании братьев В одном монастыре братья удивлялись Мирности духа одного монаха Который никогда не гневался Никогда не спорил Никогда не выходил из себя Не входил ни в какие противоречия И братья Настолько любовались его Духовным состоянием Состоянием мирности его духа И казалось, что вот этот брат Он уже достиг совершенства Но однажды один из братьев Пошел за Этим невозмутимым Мирным монахом И говорит Отец Поделись со мной Как же Как же ты можешь сохранять Такой мирный дух Когда Очень многие моменты жизни нас расстраивают Очень много На что можно Разгневаться Расстроиться Войти в конфликт В этот спор И вдруг этот монах Говорит ему Страшную вещь Он говорит А что я буду внимание Уделять вот этим Ничтожествам Ничтожествами Он назвал своих братьев То есть Понимаете Природа его мирного духа Откуда была То есть Оказывается Мирный дух Это очень Очень относительно Мирный дух Может быть У бессовестного Человеку Которого Умерла Совесть Она его не тревожит И он Совершенно Очень легко Делает Постыдные Бессовестные Вещи Как блудник Или пьяница Который Закоренел В своем грехе Сначала Сначала Это его тревожило Его совесть А потом Он закоренел И он Стал делать это Совершенно Бессовестно Маньяк Убийца Человек Бессовести Человек Бессожаление Человек Бессожеление Человек Бессовестного Его ничего не тревожит И он Находится В очень мирном Духе Все Очень Относительно Это грубые вещи Когда Я говорю Убийца С мирным Духом Или блудник Или пьяница С мирным Духом Те которые Закоренили В своем грехе И делают это Очень Спокойно Я 25 лет Отслужил в тюрьмах У меня было столько Примеров Страшных Людей С мирным Духом Он Не моргнув глазом Тебя Уничтожит Глазом Не моргнет И не потеряет Мирного Духа Он просто тебя Размажет В мирном Духе Многие Пользуются Критерием Истинности В своей жизни Они Ориентируются В мирном ли они Духе Или нет Еще другой Критерий Идет ли у них Молитва Или нет Это тоже Очень Относительные Критерии На которые Можно Равняться Я хочу Вам привести Сегодня Историю Иосифа Исихаста Когда Молодой Старец Ефрем Молодой Послушник Ефрем Услышал Что приезжает Какой-то известный Проповедник На Святую Гору И Отпросился Можно я пойду Послушаю Этого Проповедника Иосифа Ну Иди Послушай Он Говорит Делать Метание Сделала Мысль Молитва Геронда Я согрешу Он Говорит Да Сыночки Ты сегодня Сотворил Духовный Блуд Неужели Ты От меня Всего Этого Не слышал Что Сегодня Хотел Говорить Настером И Казалось Если Вот Так Рассудить Но Ведь Порыв Хороший Добрый Услышать Что-то Духовное А Результат Смотрите Старец Мой Духовнической Практики Когда Мне Люди Говорили Совесть Меня Не тревожит Я имею Мир И Это Критерий Непогрешимости Моего Поведения Так Это Необязательно Что Ты прав Духовно Это Может быть Страшное Явление Что Даже Согрешив Нарушив Духовный Закон И ты Не теряешь Мирного Духа То есть Этот Дух Не От Святого Духа То есть Оказывается Мирный Дух Может давать Не только Святой Дух Но и Дух Сатаны Посмотрите Во многих Неправославных Практиках Практиках Востока И там Все Замешано Не на Святом Духе А на Духе Антихриста Но они Достигают Состояние Вот этих Вот этой Нирваны Состояние Мирности Якобы Духа Невозмутимости Так вот Немирность И невозмутимость Господь Вкладывает Нас как Критерии Чтобы мы Ориентировались Мы что-то Нарушили Мы что-то Неправильно Сделали Это Сигналы Души Которые Вложены В нас Богом Которые Должны Сигнализировать Если Ты сегодня Днем Посорился С духовником А ночью Спишь спокойно Это Немирный Дух Это Дух Антихриста В тебе Ты не должен Спать спокойно Ты должен Вертеться На кровати Немирность Должна тебя Тревожить Как сигнал К Неспокойствию А нужно Она тебя Тревожит Чтобы ты встал И пошел Помирился И вот тогда Придет мирный Дух От Бога От Духа Святого А если ты Не примирившись Спокойно Засыпаешь В мирном Духе Это не Дух Это не Святой Дух Это Дух Сатаны Который Умертвил Твою совесть И убил в тебе Страх Божий И ты Совершенно Мирно И бессовестно Засыпаешь Если ты Нагрешил Против Духа Святого Против Духовника Против Церкви И встаешь На молитву И у тебя Идет молитва Это молитва Не от Духа Святого Это Молитва Прелести Не может Идти молитва Пока Ты Не прошел Точку Покаяния Не вернулся Не покаялся И через Покаяние Не примирился Со Святым Духом Который Дает Мирный Дух Если ты Это действие Не сделал Мирный Твой Дух Это не Дух Святой Это Дух Сатаны Дух Дух Гордыни Дух Камененного Нечувствия Дух Мертвой Совести Избави Бог Нас От такого Мирного Духа Мирный Дух Только Через Покаяние Приходит Не через Подвиги Не через Самомнение Не через Себе Что Я в Мирном Духе Господи Помилуй Бедный Ты Человек В Тебе Не должно быть Сейчас Ни молитвы Ни мирного Духа В Тебе Должно быть Беспокойство И это Беспокойство Просто должно Толкать Пинать Тебя В Точку Покаяния Ты должен В три часа ночи Пойти Разбудить Старца Постучать Ему В Келью Сказать Я не могу Спать У меня Нет Мирного Духа И это Будет Нормально Это Благоразумно А если Ты Не Уладив Все Через Покаяние Спокойно Спишь Значит Совесть Тебе Умерла Значит Страшное Какое-то Явление Мирный Дух Не как Конечная Цель Святые Отцы Иногда Проходили Немирного Духа И эти Немирного Духа Совершенствовали Их Смирений Через Эти Периоды Святые Отцы Смирялись И потом уже Через смирение Через покаяние Приобретали Мирный Дух А потом Господь мог Отнять Мирный Дух Чтобы опять Ты Совершенствовался Не в видении Своего Духовного Возрастания А опять Чтобы ты Возвращался К своему Ничтожеству И так Вся духовная Жизнь Вся духовная Жизнь Я вам уже приводил пример Никто Вот многие Не понимают Тысячу дней Тысячу ночей Батюшка Серафим На камне Многие Почему-то Стереотип такой Что он Наслаждался Духовными Состояниями На камне Почему-то Никто не понимает Что это была Великая борьба Это была Великая борьба С самим собой И с сатаной Конечно В первую очередь С самим собой Стереотип Такой Вот Мирно Спокойно Если человек Пришел только В монастырь Да пусть не только Пришел Если он еще не Вызрел В совершенного Монаха Каким был батюшка Серафим Один не на миллион Один на миллиард Если раньше времени Вдруг в человеке Появился вот этот Мирный дух Это не показатель Того что он уже Чего-то достиг Это может быть Показатель того Что он что-то Потерял Нарушив Духовные законы Имея мирный дух Это может быть Приказатель того Что он поврежден Не должно быть Мирного духа В это время Борьба с Немирным духом Вопреки Долгая Очень тяжелая Да и Изнеможение Если у человека С неспокойной С нечистой совестью Идет молитва Значит Этот человек В повреждении Духовного У него не должна Эти молитва У него не должно Быть молитвы Значит Его молитва Бесовская Природа Этой молитвы Вдохновлена Бесами Через гордость Через тонкое число Все Все Духовное Все В жизни Очень Очень Относительно И часто Мы Теряемся Вот в этих Тонких Тонких вещах Духовных И нам Взять горсть семечек – это уже что-то. А взять мешок семечек – уже и не каждый подымет. К чему я это говорю? Пожалуйста, не пренебрегайте мелочами. Пожалуйста, будьте верны в мелочах. Потому что привычка пренебрегать – это же мелочь. Ну, что такое семечка? А за сутки ты можешь целый мешок набрать этих семечек, они тебя предают. Пожалуйста, не пренебрегайте мелочами. Я вас прошу, не опаздывайте на службу. Ну, что такое не опоздать на службу? Ну, прийти на три минуты раньше, три семечки отмотать. Ну, такая маленькая деталь. И опять же, опаздывание на службу – тоже вроде бы ерунда, но привычка и потеря страха Божия. Не пропускайте полуношницу. Не делайте ничего по своей воле, даже мелочи. Ну, привыкните вы на каждую мелочь взять благословение. Все. И с вами пребывает благословение в каждой мелочи. Да чего я буду спрашивать благословение на какую-то мелочь? Ну, вот вникни, что я сейчас тебе говорю. Ты получишь благословение. Маленькое благословение через мелочь. А если ты весь день проводишь в послушании, да ты целый день наполняешься этим благословением. Черпайте по-маленькому, по крошечке, как говорят, курочка по зернышку клюет. Так клюйте вот по этой мелочи и набирайте много. Пожалуйста, не пренебрегайте мелочами. Будете верно, малым во многом Господь вас спасет. Не опаздывайте, не просыпайте. Ну, даже смотрите. Понимаю, мы все люди. Опоздал. Ну, такая маленькая опять деталь. Простите. Ну, одно слово всего. А не так, что да я... И пошло. Там потерял, здесь приобрел. Через вот это... Простите, ты сразу наполнился благодатью послушания. Пошла туда, взяла то, поставила туда. Да возьми благословение, это же... Вот сами говорите, это же мелочь. Так вот как раз, что эта мелочь говорит о том, что... Ну, мелочь нетрудно же сделать. Это же не глобальное что-то. Ну, маленькую детальку легко же сделать. Ну, вот и сделай ты это маленько. Но через эту мелочь ты получишь маленькую крохотную частичку благодати. А потом еще, потом еще. Я говорю, за целый день столько. А если... А еще самое главное, вы получите постепенно навык к этому. Так как приобретается навык к непослушанию и к пренебрежению послушанием, также приобретается навык к послушанию. А любой навык, он приобретается долгим-долгим исполнением чего-то одного и того же. Постоянно стараешься исполнить все, что бы по благословению было. И навыкаешь к этому. И потом делаешь уже это машинально, естественно, без ломки себя самого. Ну, просто делаешь даже внимание не обращаешь. Избегайте самости, Господи. Господи, молю Тебя, чтобы... Не давай моим сестрам, моим любимым сестрам мирного духа, пока они не покаются. Тревожь их, Господи. Не давай им спать. Доставляй им боль, дискомфорт. Если они согрешили, нарушили послушание, Господи, пусть их тревожит. Избави их от мирного духа. Если они потеряли отношение с духовником, Господи, не давай им спать. Не давай им мирного духа. Избави Божию. Пресвятая Богородица, помогай нам. Достойно есть я ко истину, Блажите Тя Богородицу, Пресвоблаженную и пренепорочную, И Матери Бога нашего, И славнейшую, без сравнения, Серафим. Без остления Богослова родшую, Сущую Богородицу, Тебе леча, Агаен. Богу нашему слава. Всегда ныне пресняки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok